У нас с вами 2287 учреждений, более 33 тысяч людей заняты, работающих в сфере культуры. А еще самая обширная сеть библиотек и детских школ искусств в России. Министр культуры Подмосковья рассказала об итогах этого года и планах на следующий. Елена Харламова отметила, пандемия сказалась на формате работы учреждений, но не остановила ее полностью. Благодаря тому, что Московская область – это цифровой регион, мы смогли достаточно быстро, мне кажется, в течение двух недель адаптироваться к дистанционному переформатированию наших всех учреждений культуры. И дома культуры, по-моему, и библиотеки у нас первые, кто переключились на эту историю. Мы когда анонсировали о том, что у нас онлайн ДК заработала, у нас вдруг обратились мамочки, которые находятся в декрете, которые тоже бы хотели в такие кружки посещать. Кружков же на выбор жителей Подмосковья немало. 16 тысяч на базе 925 домов культуры. В регионе действует одна из самых масштабных программ по реконструкции ДК. За последние семь лет отремонтировано 46 учреждений. Библиотеки пока только начинают свое внешнее и внутреннее преображение. В области запущен проект, направленный на привлечение в первую очередь молодежи. Библиотека – современное общественное пространство. Мы взяли 15 пилотных библиотек, в основном это библиотеки, которые находятся в больших городах, и начали заниматься именно ими. Первое, что мы сделали, мы удлинили время работы этих библиотек. Текст, понятно, стоит во главе угла, но дальше там можно найти для себя что-то интересное, начиная от творческих встреч, от писателей и просто людей, которые что-то в жизни добились, заканчивая уроками иностранных языков или какими-то еще там квизами, которые сейчас модны. В планах на 2021-й включить в проект еще 15 подмосковных библиотек. Из задач на будущий год также запуск электронной продажи билетов в 300 домах культуры и продолжение программы их реконструкции. С 2021 по 2025 годы планируется модернизировать еще 55 учреждений.